Вы попали в яму. Так раньше над первокурсниками подшучивали студенты Ярославского музыкального училища. Но времена меняются и теперь это учебное учреждение ласково называют Собиновкой. Здесь минувшая приемная компания побила 10-летний максимум по числу поданных заявлений о приеме. Но фортуна улыбнулась лишь 43 счастливчикам. Среди них даже граждане ближнего зарубежья. Мой коллега Илья Барабанов с подробностями. Давай попробуй настроение побольше все-таки, да? Вот уже третий день подряд распевки вокализа и знаменитая фальвовская «Скажите девушке». Без музыкальной школы за плечами 17-летнему Александру Ершову удалось растопить сердца строгих экзаменаторов музыкального училища. Ахают до сих пор. Большой диапазон, яркий, красивый голос, красивого тембра. Вас покорил? Всех покорил. Все тут в восторгах были, когда он пел. До Собиновки он пел 7 лет. Классический вокал – мечта, как говорит детство. Ради ля первой октавы молодой Баритон бросил родной Тутаев и перебрался в Ярославль. Ершов, как любой талант, мечтает об успехе. Пока же вспоминает других успешных и талантливых, пусть даже тех, кто уже в лучшем из миров. Это Дмитрий Хворостовский, чей голос просто дает уже мотивацию к тому, чтобы стремиться развиваться. Таких, как Баритон Ершов, в Собиновке еще 42 первокурсника. Это лучшие из лучших в минувшей приемной кампании. Ее, ИО-директора училища Светлана Шубина, вспоминает как самую многочисленную за последние 10 лет. Здравствуйте, очень рада вас видеть. За имущество. Под портретом знаменитого тенора в директорском кресле, но пока с приставкой ИО, Шубина сидит два года. На столе неизменное соседство, трудовой кодекс и книга про нашего земляка. Исполняющая обязанности сама выпускница Собиновки. Сейчас здесь семь отделений, плюсом новые предметы. Училищная библиотека в ближайшее время пополнится книгами от благотворительного фонда Валерия Гергиева. Нужны молодые специалисты. А люди идут, потому что они востребованы, потому что они всегда будут обеспечены рабочими местами. Ну и потому что за последний год выросла зарплата преподавателей, мне кажется, это тоже имеет какое-то значение. Пополнится также инструментальный фонд училища. В Ярославль привезут два рояля японца. Местные свой срок отыграли. Хотя есть и раритеты. Этому Стэнвэю примерно 150 лет. В усадьбе Понизовкиных его нашли в 40-х годах прошлого века. Он был под снегом, его мощило дождем, поскольку там была разруха в это время. Вот сюда его привезли, отреставрировали. И он нам еще служил, наверное, лет 40 после этого. По легенде, за этим роялем немецкого производства сидел сам Сергей Рахманинов. Теперь современное поколение музыкантов, среди которых, кто знает, может и будущие композиторы. Тем не менее, пока для них все только начинается. Илья Барабанов, Василий Мосин, Новости города.